Всем большой привет! Сегодня я расскажу про коляски, как выбрать коляску, как мы выбирали коляску. Начну сразу рассказывать о том, как мы купили нашу первую коляску. Напомню, что родителями мы становимся в первый раз, но при всем при этом коляску мы уже успели одну купить и вернуть в магазин. В общем-то, как это было? Изначально мы ничего не понимали в колясках, мы вообще не знали, что нам нужно от коляски, как правильно вообще ее выбрать и на какие вещи стоит обращать внимание прежде всего. Мы приехали в магазин Мадыке и там консультант решила нам все показать, рассказать про все, что у них там было в ассортименте. И, в наш взгляд, упал на коляску Макси Кози Мура плюс 4, кажется. В общем, как-то так она называется. В общем, что прежде всего нам было важно в коляске? Нам было важно, чтобы коляска была как танк по проходимости, чтобы она была темная, потому что это не очень практично иметь светлую коляску в Москве. И чтобы коляска была 3 в 1. То есть, чтобы можно было поставить и люльку, и прогулочный блок, и автокресло. Мы, собственно, нашли эту коляску, и нам она понравилась. Ну, единственное, что меня смущало уже в магазине, это ее вес. Она неприподъемная, на самом деле, для меня и для, вообще, в принципе, мне кажется, для женщины. Ну, и, в общем-то, все. Но, тем не менее, все ее плюсы, которые мы увидели, они перекрыли этот минус, и мы ее взяли прямо в тот же день. Привезли домой, все. Она у нас простояла где-то неделю. И мы начали задумываться о том, что... А может быть, другую? А может быть, там, то, сё? И, в общем, знаете, вот душа не лежала на эту коляску. Понимали, что это была необдуманная покупка, и что, наверное, нам хочется чего-то другого. И, в общем, мы эту коляску вернули без всяких проблем. У нас ее взяли, деньги вернули через пару-тройку дней. И мы выбрали другую коляску. И теперь наша философия совершенно переменилась в другую сторону. И изначально мы решили, что мы будем брать светлую коляску, потому что, ну, у нас все-таки девочка, и вообще, как бы я, конечно, хотела светлую коляску изначально. Ну, вот для себя. Но я понимаю, что светлая коляска – это непрактично. Но при всем при этом я вижу темные коляски на улице сейчас. Они тоже очень грязные, они очень пыльные. И я не знаю, может быть, за ними надо как-то очень тщательно следить. Или я вижу мамочек, которые совсем не следят за своими колясками. В общем, я не знаю. Как по мне, так что светлая, что темная, они одинаково пачкаются. И все-таки мы решили светлую коляску. Далее модель, которую мы выбрали для себя – это была PEC PEREGA GT3. Коляска очень популярная, коляска очень хорошая, но, ну, опять же, в ней был очень такой неприятный минус – она очень тяжелая. PEC PEREGA GT3 – это, опять же, коляска 3 в 1. И ее можно достаточно часто встретить на улицах у нас, как-то в Москве. Ну, потому что это действительно коляска, которая приспособлена к таким дорогам, в общем-то, где, собственно, и дороги-то нет. А нас как раз-таки интересовал именно этот пунктик, потому что, скорее всего, через примерно год мы окажемся в сельской местности. И нам будет необходимо катать коляску по лесу, по тропинкам и по всем прочим местам. И так как эта коляска 3 в 1, она рассчитана на ребенка до 3-3,5 лет. И, соответственно, мы смотрели уже далеко вперед. Но почти уже купили мы эту GT3, когда мы уже приехали в магазин, мы увидели коляску… Забыла, как называется, сейчас скажу. А, вот, Camlin Elegant называется коляска, которую мы купили. И, в общем, вот изначальные наши взгляды на эту ситуацию, на покупку коляски и итог совершенно разный. Итог такой, что мы купили коляску белого цвета, с не самыми проходимыми колесами и совсем не три в одном, а просто люльку. Мы подумали, что все-таки лучше отдельно купить люльку, потом купить прогулку и автокресло. Более того, мы узнали, что наша люлька, она имеет разрешение, лицензию на то, чтобы транспортировать ребенка в самой люльке, не пересаживая его в автокресло. При наличии специальных ремней. В общем, я вот увидела эту коляску, более того, она белая, так она еще и со стразами. Я увидела эту коляску, и вот, вы знаете, она, во-первых, она очень приятна, так сказать, тактильна. Она очень, на мой взгляд, красивая, и вот, ну, мне она нравится просто на сто процентов. Она легкая, она большая очень, то есть внутри большая. Она, в ней нет такого сильного. А, да, и забыла сказать, что нам было очень важно, принципиально, чтобы в коляске не было вот этого укачивающего эффекта, то есть, чтобы вот коляска не тряслась, да, когда ты пытаешься ребенка укачать. Я все-таки считаю, что ребенка приучать к укачиванию не надо. И первые две коляски, которые мы выбрали, они были без укачивающего эффекта, но эта коляска, в ней есть легкий эффект укачивания, но, опять же, он не такой сумасшедший, что ребенок там просто будет ходуном ходить. В общем, идеальная, на мой взгляд, коляска, и по цене она достаточно приемлемая, хотя, я не знаю. Вы знаете, очень популярная сейчас коляска стоки. Коляски, которые по своей ценовой категории относятся скорее к средним, то есть, если наша коляска, она как бы, в принципе, не сильно дорогая, допустим, стоки, это, не знаю, 1070-1080 она будет стоить, и есть еще, конечно, коляски, которые, ну, совсем там, 1150-200, но коляски, которые просто либо сделаны из питона, как я уже видела, либо они какие-то винтажные или что-то. Но нам стоки сразу вообще никак не подошло, не потому, что она так стоит, потому что она рассчитана на асфальт, она рассчитана на катание по ровным дорогам, и, хотя, в принципе, она удобная, но при этом она маленькая. Я знаю, что многим не нравится то, что у нее маленькая люлька, и, ну, в общем, не знаю, как бы такой вариант для нас сразу отпал, и вот мы в итоге пришли к тому, что наша коляской будет Кам Лине Элегант. Ну, вот и наша коляска. Я очень благодарна мужу за то, что он согласился на коляску со стразами. Если честно, я даже не рассчитывала на это, но мне очень нравится в этой коляске все. Вообще все. Мне очень нравится, что рукоятка сделана из черной кожи. То есть, если случайно я ухвачусь за нее грязными руками, а всякое бывает, она не станет резко грязной. Я очень не люблю брязь, такую, которую, видно, я очень педантичный человек, поэтому это для меня очень большой плюс. Сама в себе люлька сделана из белой уже эко-кожи. Все это снимается очень хорошо, стирается, чистится и моется. Также сумка, она не громоздкая, легкая и достаточно вместительная. Посмотрим в деле. Также корзина для покупок тоже достаточно большая. Если вдруг она понадобится, то туда можно много чего поместить. И также, о чем я говорила, это когда некоторые коляски, небольшое усилие прикладываете, и они уже вот так вот в одном ходят. Для меня это неприемлемо. Здесь же, если вы как-то немножечко на нее нажимаете, она не сильно трясется. И это очень хорошо. В этом плане она хорошо себя держит. Вот так выглядит наша идеальная люлька. Я очень надеюсь, что вам понравилось. Ну, получается, что это полтора месяца, в общем, мы шли к тому, чтобы найти идеальную коляску для нас, идеальное решение. И, в общем, ура, ура, наконец-то. Я не буду снимать обзор на коляску и показывать, как она разбирается и собирается, и что в ней есть, потому что я нашла достаточное количество хороших, качественных, профессиональных обзоров на эту коляску на YouTube. Поэтому я просто покажу ее, как она выглядит в жизни. Я знаю точно, что это видео было для вас полезным. И мы увидимся очень скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok